Всем привет! Вы на канале Гудзек Диайвай. Меня зовут Катя и в сегодняшнем видео я хочу показать, как очень просто и быстро, совершенно без шитья сделать скандинавского гнома из стакана своими руками. Так как основа у меня будет из тонкого пластика, обязательно нужно ее утяжелить. Вклеиваю вовнутрь мешочек с камнями. Я сделала уже довольно много скандинавских гномов и у меня даже есть отдельный плейлист, в котором я все их объединила. Ссылку на него оставлю в описании, чтобы вы могли подобрать для себя наиболее понравившийся вариант оформления. Очень часто я делаю их из стаканов и пластиковых бутылок и чтобы они каждый раз получались разными и как можно меньше похожими друг на друга. Стараюсь удлинять или наоборот укорачивать основу. Оклеиваю толстой тканью только стакан, чтобы выровнять стык стакана и крышки. Оклеила всю заготовку. Телесной искусственной замшей. Изначально хотела сделать гномов жилетки и эта часть тоже была бы видна, но мне не понравился слишком заметный стык на дне, поэтому все-таки решила закрыть его длинной одеждой. Субтитры создавал DimaTorzok Для рук скручиваю рулетики из прямоугольников. Длину делаю с запасом, чтобы удобнее было их клеить. Ладошки делаю из крупных пластиковых бусин, просто обтягиваю их кусочками капрона. Вклеиваю в рукав и не туго набиваю синтепоном. Большой палец для варежек делаю отдельно, просто оборачиваю маленький комочек синтепона тем же капроном. Закрываю место склейки манжетом из фетра. И поверх приклеиваю декоративную тесьму. А уже затем рукав. Я хочу, чтобы руки были плотно прижаты к телу, как у солдатика. Поэтому оборачиваю руки рукавами не полностью, а только с внешней стороны. Чтобы сделать лицо, оборачиваю комок синтепона тканью. И мне не нужен круг. Наоборот, нужно придать более приплюснутую форму заготовки. Приклеиваю и сзади уже добавляю нужный объем просто синтепоном. Шарфик делаю из тонкой трикотажной ткани. Просто подворачиваю края вовнутрь. Я его склеивала из двух кусочков. Поэтому шов располагаю посередине, чтобы закрыть его бородой. Редактор субтитров А.Семкин вовнутрь. Для носа склеила две пуговицы большего и меньшего размера. И обтянула их телесной тканью. А глаза сделала из маленьких черных пуговиц. И нарисовала зрачки перманентным маркером. Но позже, когда гном уже был полностью готов, решила их все таки переделать. Для колпака просто вырезаю треугольник и склеиваю. Жду 5-7 минут для остывания клея и выворачиваю. Я, как вы знаете, не люблю никаких выкроек делать заранее. Просто примеряю колпак к гному и обрезаю лишнее, если он оказался слишком длинным. из белого толстого флиса делаю отворот. Приклеиваю и уже потом одеваю колпак гному. А чтобы он держал форму, к голове приклеиваю проволоку. Помпон срезала с уже не нужной детской шапки. Он очень хорошо подошел по оттенку к полоскам на ткани. Продолжение следует. А на шарф добавила бахрому из пряжи. Специально не заклеивала края, чтобы можно было потом вклеить вовнутрь такие кисточки. Решила и в шарф тоже ставить проволоку, чтобы он держал форму. Дополняю колпак мелкими ягодками, тычинками и листьями. И как уже говорила, хочу переделать ему глаза. Отклеила пуговицы и на их месте нарисовала глаза объемным полупрозрачным контуром. Чтобы они были более выпуклые, я наносила этот контур в три слоя. Перманентным маркером нарисовала зрачки, а очки скрутила из проволоки. Ну вот и все, вот такой необычной формы получился у меня гномик. Я сделала его своей любимой красно-зеленой рождественской гамме. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих новых роликов. И до скорой встречи в следующем видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok